Доброе утро, столицы Восточной Сибири! Бодрого утра и ударного вам дня, друзья! Сегодня 28 декабря и в календаре это непростая дата. А все потому, что мир сегодня празднует Международный День Кино! А знаешь ли ты, Ян, почему выбрана именно эта дата и с чего все началось? Знаю, конечно, 28 декабря 1895 года в Париже в Гранд Кафе на бульваре Капуцинок, а не Капуцинов, кстати, как все привыкли его называть, прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Теперь точно знаю, а еще знаю, что утро наше начинается, как и положено, с разминки. Доброе утро, друзья! С вами Анастасия Шимохина, персональный тренер и также мои помощницы Альбина и Юля. Вы готовы сегодня вместе с нами просыпаться? Тогда поехали! Ноги ставим в свою широкую постановку. Начинаем open step, открытый шаг. Пятка-носок, пятка-носок. Хорошо, и добавляем с вами круговые движения плечами. Стараемся сделать максимальный круг. Хорошо поворачивать плечо. Теперь два. Выдох, 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 выдох. Четыре, три, два. И переходим на вращение корпуса. В ногах также оставляем open step и максимально с вами скручиваем корпус. Выдох, 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 выдох. Хорошо. И оставляем только корпус. Максимальный скрут корпуса. Мышцы живота хорошо втягиваем и стараемся прожать на каждый скрут. Вдох, выдох. Хорошо. И чуть добавим темп. Чуть быстрее. Но мышцы живота постарайтесь не выпускать. Четыре, три, два. Хорошо. Переходим с вами к приседу. Выполняем восемь приседаний. Семь. Упор в пятки. Таз максимально назад, лопатки сведены. Плечи, пожалуйста, не закрывайте и не округляйте спину. Семь. Восемь. Хорошо. А теперь прыжки. Присед. Узкий. Широкий. Узкий. Широкий. Узкий. Широкий. Узкий. Широкий. Узкий. Широкий. Обязательно мягкий. Колени, носок. Пятка, упор. Носок. Пятка. И теперь только из широкого выпрыгиваем с вами вверх. Поехали. Вверх. Ягодицы сжимаем. Выдох. 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 Хорошо. У вас еще 10 повторений. После этого ноги на ширину плеч. Вытягиваем руки. Сводим лопатки. Выдох. Выдох. Грудной отдел хорошо раскрываем. Выдох. 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 И чуть добавим с вами темп. Выдох. 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 Обязательно взгляд перед собой. И замедляемся. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Всем большое спасибо за нашу зарядку. Всем доброго утра и хорошего настроения. Пока-пока. Ну что ж, когда мышцы в организме уже заиграли, мы продолжаем барабан Насте. Кстати, многие главные герои почти всегда ведут спортивный, активный образ жизни, правильно питаются и всех вокруг восхищают своей идеальной фигурой. Ну а тут я с тобой поспорю. Не всегда, например, они восхищают своей идеальной фигурой. Например, Рокфорд из Чиппедейла, Бриджи Джонс, чокнутый профессор, да Винни-Пух, наконец-таки. Да, все эти ребята весьма милые, их любят зрители, хотя из-за фигуры они особо не следят и покушать вкусно очень любят. А вот наш Игорь Бялус, например, да, он и покушать вкусно любит, и приготовить вкусно умеет. Ну давайте посмотрим, что получилось у него на завтрак. Доброе утро, друзья! До Нового года остается все меньше и меньше дней. Это значит, что продуктов дома должно быть все больше и больше, потому что на самом деле я всегда готовлюсь к Новому году заранее. Постепенно начинаю покупать разные продукты, чтобы потом уже вот 30-го или 31-го не бегать по пыхах по рынкам, по магазинам, и вот уже хватает все, что осталось. И я смотрю, на столе у нас такие продукты, которые уже должны быть перед Новым годом в вашем холодильнике. Кстати, друзья, сейчас мы будем готовить завтрак. Это Константин, это шеф-повар ресторана Love Story. Ну и, соответственно, готовим мы, конечно же, с любовью. Кость, доброе утро! Доброе утро! Я вижу грушу, я вижу кусок мяса, я вижу красные помидоры, я вижу сыр и я вижу бобы. Орехи. Орехи! Гедровые орехи. Тем более, значит, будет что-то шедевральное, вкусное, мясное и очень аппетитное. Да, только с утра же плотно кушать мы не будем. Как это? Салатик с розбифом. А, да вы что? Орехами и сыром с голубой плесенью. А я думаю, мы будем жарить стейк. Будем? А грушей просто. Розбиф же это английское блюдо, зеленый кусок говядины. Вот мы его и будем делать. Кстати, о розбифе, он же не совсем, да, прожаривается, он должен быть такой розовенький. Да, мы будем делать прожаркой медиум. Есть такой секрет какой-нибудь? Секрета никакого, нужно только умение. Окей. Умение, и в нашем случае это будет гриль и время. Отлично. Мы что делаем? Сначала маринуем наше мясо. Так. Мариновать мы будем без соль. Соль, перец, да? Перчик. Ну, вообще... Масло любое подает, растительное, оливковое. Любое, которое есть под рукой у вас. Да. Так. Без уксуса, чеснока и так далее. Это, конечно же, зависит от качества мяса. Ну, я думаю... Мясо какое лучше брать? Говядинку, вырезку, да? Говядинку, вырезку, да. Какую часть? Есть такое... Вообще, покромка, диафрагма. Ну, в нашем случае, внутреннее филе мы будем использовать. Угу. Угу. Понятно. То есть, сейчас это все есть в магазинах. Любые части. Ну, в любом, в принципе, маркете, да, можно купить. То, что вам нужно. Сейчас в этом проблем нет. И на гриле это все делаем. Все это на гриле. Подойдет обычная сковородка. Я думаю, ничего страшного. На сковородочке сколько примерно времени прожарки медиум? С каждой стороны по 2-2,5 минуты. Переворачиваем. В зависимости от размера куска. Я могу заняться грушей. Давайте. Я. Можете заняться черри. Отлично. Срезать задние люди. Вот эти вот. Да, их просто можно срезать. Вот так или вот? Да. Только на доске, наверное. Ну, это понятно, да. Друзья, сразу, кстати, замечу. Мы готовим без перчаток. Все потому, что думал, вы тоже готовите без перчаток, да, поэтому мы тоже это делаем. Но, конечно же, в заведении, друзья, каждый повар обязательно надевает перчаточки. Это, ну, это не просто, ну, аксиома. Это даже не надо доказывать, да? Да. Так. Я как убираю ему вот? Можно просто вот, как я сейчас буду срезать грушу. А, все, гораздо все проще. Все. Слава тебе, Господи. Так. Все. Так, вытаскиваю сердцевинку. Для этого специальная такая штучечка есть, да? Можно. Можно ножом, да? Можно ножом, можно просто нарезать на пополам. Кстати, я видел, как ты так даже вилкой делаешь. Да, да. Прокручивают просто и все. Здесь тоже срезать ему? Нет. И теперь мы делим на пополам. На пополам. Да. Что положено, друзья. Все мы делим пополам. Так. Я сейчас нарезаю. Готово. Готово. Сыр я взял с плесенью. Да, с плесенью. Вообще подойдет любой сыр. Твердый, мягкий. Российский, твердый, пармезан. Горный, алтайский и так далее, и тому подобное. Это можно набереть на терочке и потом посыпать сверху. Мы взяли вот такой. Кстати, очень многие вообще к сыру с плесенью относятся как-то так, знаете, ну не то, что нисходительно, а с опаской даже иногда. Да, но в нашем случае вкус ракфора должна приглушить сладкая груша. Ну, кстати, вот это вот сочетание груши и сыра я часто встречаю именно в европейской кухне. Да, это классическое сочетание мед, сыр, что-то сладкое. Хотя в Сибири тоже брали, просто сыр брали дичку. Наше мяско жарится, начнем потихонечку собирать. Я взял руколу. Я вижу руколу. И мята. И мяту, да. Рукола и мята. А если на руколу положить мяту, то получится, что рукола примята. Рукола примята. Что-то такое польское блюдо. Рукола примята. Даже финское, наверное. Так. Рукола вниз, да? В руколу, да. Вниз. А мятка для чего здесь? Для отдушечки, для... Да, вот для этой нотки. Мятной нотки, которой не хватает зимой. Оливковое масло. Можно взять растительное. Без него никуда. Можно вместо руколы взять обычный лист салата, который продается на любом рынке и в любом супермаркете. Маленечко. Ну, я думаю, сейчас с руколой проблем нет. Она везде есть и достаточно не очень дорого. Она стоит, она как бы всегда свежая, поэтому... Вот моя. Масло должно быть рафинированное. Да. Понятно. Моя грушка. Грушу мы берем любой сорт или вот конференцию, которая... Конференцию, да. Она послаще. Послаще, да. Дюшес или пахамон. Немножко не такая консистенция. Дубовая, можно так назвать. Ну, едет долго. И, собственно говоря, вот... Если вы добираетесь в холодной маршрутке в гости, допустим, с Наволенина до юбилейного, я думаю, что... Что все поддубеют, да? Что тоже поддубеемте, конечно. А, я понял. Это подушка так называемая. Да, так называемая подушка для нашего рода. Они бывают разные. Бывают обащенные, бывают. Чтобы весь сок от розбифа стекал вот на это все. Ага, вот для чего делается подушка. Бывает, делают рис, да? Да, бывает. То есть, в этом случае... Кстати, вот если с обеда остался рис, можно же туда добавить, да? В принципе, если хотите посветнее. Или лучше вот так вот не эксперимитируется. Достаем наш розбиф. Прожарка, медиум, внимание. Но он видно, что он очень сочный. Да, мой совет, если вы жарите все-таки вырезку, ну, любую говядину, дать ему минуточку, полторы часа. Подышать, как говорят, да? Да, отдохнуть, чтобы... Нужно ли промокать салфеткой? Да, я думаю, зачем сок? Ну, многие советуют, то есть, перед началом промокнуть, потом еще... Я думаю, это, наверное, стейк, да, когда в ресторанах. Да, да, да. Ну, этот совет для дома, я думаю, не очень-то и уместен. Да, это же можно потом хлебушком оп-оп-оп, слезать и съесть. Что же? Слушайте, ну, на самом деле, розбиф. Вот у меня никогда не получалось. То ли я передерживаю мясо на сковородке. Вот с него пошел весь сок. Ой, ребята, это... Очень сложно говорить. Получается очень сочное. Нам хватит, я думаю, на салат. Да. Да, это же все-таки салат, да? А не... Потому что когда я увидел такое кусманище мясо, да, я подумал, ну, вот, сейчас мы будем делать что-нибудь такое. Второе. Ну, слушайте, по мне очень интересное сочетание сладкой груши, конечно, из сыра и... И теперь наши орешки. Я взял кедровые. Подойдут тоже абсолютно любые. Ммм! Костя, ну, как это у нас получается вот такое нежное и сочное мясо, а? Мягко можно прям листочками. Ну, и тут нужно 3-5 минуточек, да, нам надо дать ему... Обязательно дать... Пропитаться. Отдохнуть и салатик этот сейчас будет очень сочный. Вообще, да, в любой новой кулинарии, да, нужно дать блюду немножко постоять. Всегда нужно время. Вообще, что это, конечно, не... Хотя щи и борщ, по мне, так они вкуснее на второй, даже на третий день. Оливковое масло. Рафинированное, да? Я беру оливковое, но... Слушайте, а бывает оливковое там с чесночком, бывает с добавлением кедра. Ой, это будет супер. Это, то есть, уже на вкус человека. Вообще, можно делать в домашних условиях, насколько я знаю. Просто берете там веточку, да, маленькую бутылочку, постояло, и... И он питается себя запахнет. Ребята, какая красота! Смотрите, кедровые орехи, во-первых, все равно это наш сибирский колорит. Да, да. Наш сибирский кедр. Наше сибирское мясо. Любите Сибирь, любите своих близких, и любите вкусно с утра позавтракать. Ну и, конечно, смотрите Барабан. Хорошего дня вам! Для приготовления салата с розбифом вам понадобится 80 грамм говяжьей вырезки, масло растительного 20 грамм, 30 грамм оливкового масла, добавьте соль и перец по вкусу, 60 грамм груши, 30 грамм сыра, 15 грамм мяты, руккола или лист салата 30 грамм, кедрового ореха 10 грамм, приятного аппетита! Ты знаешь, Ян, я иногда завидую даже Гарри, он все время находится где вкусно, где сытно, где прекрасные запахи, ну а мы же здесь в студии с тобой совсем голодные. Совсем голодные, но вкусные блюда мы хотя бы видим, и, кстати, они отличное дополнение к фильмам, когда мы их смотрим. Естественно, ты знаешь, мне кажется, даже наоборот, что ты отвлекаешься на еду и уже не так глубоко воспринимаешь кино. Ну, не знаю, это же в основном что-то легкое, может быть, какие-то закуски похрустеть, чипсы, попкорн, например. Слушай, а ты знала, что в 1630 году американцы приняли в дар от индейского вождя мешок воздушной кукурузы? Не знала, я знала только, что воздушная кукуруза, кстати, употреблялась в пищу еще древними индейцами Америки, и у них сохранилась легенда о том, что в каждом зернышке живет маленький божок, который гневится и потом взрывается. Интересная история. Мне кажется, в попкорне живет маленький режиссер, который садится и взрывается, когда кто-то жует на его фильме. Ну, я бы тоже, наверное, из этого сердилась. Кстати, сейчас практически каждый десятый, наверное, мечтает стать режиссером или снять хотя бы короткометражку. Это можно судить хотя бы по видео в Инстаграме. Конечно. А какое кино хотели бы снять иркутяне, мы узнаем из нашего опроса. Ну, вот, знаете, есть такие фильмы, которые можно посмотреть всей семьей с детьми, они такие добрые, душевные, позитивные, улыбнуться, может быть. Ну, такой вот фильм, наверное. Документальный фильм об Иркутске. Боевик, наверное. Ну, как обычно, там, пальба, там, гонки, девушки. Ну, что-нибудь в таком духе. Если бы у меня появилась такая возможность, я бы сняла «Боевик». В канун Нового года, наверное, чтобы это был фильм именно связанный с праздником, с елками, с игрушками, с весельем, с хорошим и счастливым концом. Ну что, ребят, мнения разделились все-таки, но в Иркутске любят кино как ни крути. Столько талантливых начинающих режиссеров, актеров, да и вообще профессионалов. Причем любят не только снимать, да еще и смотреть. Конечно, а об одной весьма привлекательной киноновинке в нашем городе нам расскажет наш утренний гость. Доброе утро, дорогие друзья. Сеанс полного пробуждения и полного погружения прямо сейчас в шоу «Барабан». Дело в том, что у нас в гостях замечательная гостья, заместитель директора по пиару кинотеатра «Баргузин» Марина Левенсон. Марина, доброго утра. Доброе утро, Марина. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Очень рада вас видеть. Слушайте, ну не просто так на мне этот элегантный аксессуар. Это не мой наряд. Это не мой наряд на Новый год. Да, тебе очень идут эти очки. Как их видно? Спасибо. Видно прекрасно. Ну, хотелось бы погрузиться в другом помещении, оказаться в этих очках. Сегодня мы говорим об уникальном, о великом событии. В город Иркутск наконец-то привезли Аймакс. Совершенно верно. Именно Аймакс. И наставы именно на этом ударении. Кстати, на очках, которые сейчас на себя надеты, Аймакс написано сбоку. То есть это фирменные очки этой компании. Марина, расскажите поподробнее, так вот, для простого, смертного, в двух словах, понятным языком, что такое Аймакс, с чем его едят. Для простого, смертного, объясняю. Когда вы попадаете в зал Аймакс, прежде всего, что вы видите? Это огромный экран от пола до потолка и от стены до стены. Вы знаете, наши иркутяне, я бы сказала, что избалованы. Они не были удивлены вот таким огромным экраном в кинотеатре Баргузин. Потому что уже был такой зал с примерно таким же экраном. Но этот экран стал еще больше, не намного, но еще больше. И главное изменилось в геометрии, он стал вот таким вот вогнутым. Вогнутым, как современный телевизор. Да, и за счет этого получается, что периферическое зрение, оно захватывает. Кусочек, краешек. Да, да, то есть вы, получается, когда смотрите на экран, за счет его вот этой геометрии, вы полностью погружаетесь внутрь, то есть вы не видите краев. Да, полностью в картинке. Да, я даже могу сказать, размах крыльев вот от края до края 30 метров. Серьезно? Да, да. А сам экран 22,5 на 12,5 высоту. Здорово, ну 30 метров это, сколько, 10-этажный дом, это серьезно на самом деле. Ну, в общем, ну вот, наконец-то, мы называем, строили, строили и построили. Вот и построили, вот логичный вопрос, Марин, почему это не случилось раньше? Почему мы все так долго ждали этого события? Ну, как сказал наш генеральный директор Михаил Иванович, это событие должно было случиться еще 10 лет назад. В Иркутске должен был появиться этот кинозал Аймакс, но в связи с кризис, международные отношения с международными компаниями, в общем, очень много наложилось всего-то, что сейчас, наконец-то, у нас появился Аймакс, и я вам хочу сказать, что это будет единственный кинозал в Иркутске. Это строгое условие Аймакс, корпорация, это же международная корпорация, то есть все очень строго. Мне кажется, что люди, как вы говорите, избалованные, не удивились, мне кажется, просто они этого очень сильно ждали, и поэтому так восприняли, потому что, например, в соседней Бурятии, в Красноярске давно подобные залы существуют, и многие иркутяне ездят туда, там, к друзьям на каникулы, регионы-то соседние, наверняка там бывали и смотрели, и так немножко, ну когда же, когда же, типа, сделали, ах. Ну, как должное, должно же рано или поздно было. Знаете, почему они не удивились? Потому что уже был такой экран, просто изменилась геометрия. Это мы говорим про InVision, да? Да, InVision был, да, 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 там были кресла D-Box, которые качались, в этом зале все кресла обычные, то есть Аймакс кресла, они не качаются, D-Box переехал у нас в другой кинотеатр. Понятно. Слушайте, ну я так понимаю, что вот во всей этой большой системе волшебной, которая называется Аймакс, задействованы, еще и кресла, они тоже как-то сообщают человеку, зрителю, сообщают атмосферу фильма. Правда это? Расскажите. Нет, звук чувствуется всем телом только из-за того, что звук настраивается с помощью лазера. А, то есть это из-за звука, не из-за кресел. Из-за звука, не из-за движущегося кресла. Движущееся кресло в этом зале теперь не присутствует. И еще знаете, почему достигается такой эффект? Изображение идет с двух проекторов. Вот ты одевал сейчас очки и разное, видел, да, что разные... Конечно, разные картинки, да, я смотрю, друзья, одним глазом, вижу черную картинку, например, на нашем телевизоре, смотрю вторым абсолютно... Ну видите, у нас же два глаза, видим мы по-разному, и нам предоставляет здесь возможность Аймакс два проектора. Для каждого глаза свое кино. Да, свой проектор. Да, мозг уже объединяет их в классную картинку. А очки полизационные, поэтому получается, что вот такое вот изображение, то есть 3D очень глубокое. Кто был у нас на презентации, и ведь Аймакс делает очень документальные фильмы, очень такие знаменитые, про природу, про космос. И смотрели мы фильм про космос, вот, и там было такое ощущение, что когда вот космонавты вот так вот запускали апельсинку, вот в зал, все вот так вот ее ловили, просто весь зал ловил вот эту апельсинку. Рефлекторно, да? Или что-то было разбито, да, и вот мне хотелось вот так смахнуть с очков, я поворачиваюсь, у меня такое ощущение одно, что вот что-то разбилось. Вот он говорит, нет, вот все вот так и стали делать одновременно, чтобы смахнуть вот эту вот пыль с очков, то есть вот это и есть эффект полного погружения. А вот вы сказали, поляризационные, да, очки, изображения, это вот то, о чем вы говорили. Да, то есть преломление показывается с двух проекторов, и за счет очков изображение у нас... Они как бы блокируются, а одна линза, если можно так вызвать, блокирует изображение с одного экрана, с проектора вторая с другого, а мозг достраивает уже. Да, 3D. Но, что хочу сказать, очки, видите, большие и легкие, и к ним нужно привыкнуть. И, кстати, очень хорошо, в IMAX есть детские очки. Ух ты! Да, то есть когда ребенок придет смотреть, у него будут детские очки, потому что эти очки большие, зато, допустим, людям, которые носят свои очки, им очень удобно сверху одевать очки на очки и сидеть, наслаждаться просто зрелищем. Да, слушайте, вот как раз о детях. Очень здорово, что премьера IMAX в Иркутске совпала с громкой мировой премьерой. Да, бесспорно. Конечно, мы говорим про «Звездные войны», культовое, легендарное кино, наверное, никто его не переплюнет. Ну, если только «Назад в будущее» снимут, что что-то еще надо. Ну, надеемся, что, наверное, снимут, да. Ну, пришли много фанатов, я знаю, что у нас в Иркутске огромное количество, сам таковым являюсь, и говорили даже благодарность вам, да, за то, что вы привезли эту технологию именно к... Мы на первом сеансе, самом первом сеансе, 15 декабря, когда была премьера, на самом первом сеансе, 10-25. Я не знаю, эти люди не работают, либо они студенты, либо, я считаю, они настоящие фанаты. Они взяли отгол и пошли в кино. Отпросились с работы, да, и пошли смотреть этот фильм. Я поздравляю наших первых зрителей, у нас были подарки от «Аймакс» для них, именно те самые первые зрители, которые купили билеты на первый сеанс, да. И вот они мне сказали, спасибо вам большое, что вы открыли этот кинозал именно с такой громкой премьеры «Звездных войн». То есть люди эти ждут именно этот фильм. Ну, то есть это, конечно, идет спин-офф 1977 года, то есть там нет этих героев, на которые мы привыкли, нет Хана Соло, которого... Ну, тем не менее, все равно сага это продолжается. Немножко, да, другое, но тем не менее, смотрите, это интересно отзывы, вы слышали различные положительные и негативные, оттого интереснее самому сходить и своими глазами. Обязательно, вы еще не смотрели «Звездные войны»? Я еще нет, к сожалению, работа. Как и славе тогда, Сережа нам варгузин, да. Новый год выдевает из калит. Да, Марин, а вот об экране хотелось бы еще спросить, правда ли говорят, что якобы экран покрыт каким-то слоем серебра, да? Да, совершенно верно, да. Никто не пытался отказать? Ну, мы туда просто никого не допустим. Можешь прийти проверить? Это экран, его вот как вот установили, как повесили, его вообще нельзя трогать, даже пылинки с него сдувать, к нему просто нельзя прикасаться. Потому что там вот такой слой серебра, которым он покрыт, за счет этого слоя светоотражающая способность очень высокая. Поэтому качество картинки просто невероятное, очень красивое. Кстати, IMAX это не только 3D, это будут и фильмы в 2D. В следующем году мы будем показывать вот эти вот фильмы документальные, которые 40 минут длятся, как раз для школьников. На утренние сеансы это будет и недорого, и вообще интересно. Мне кажется, знаете, какое кино интересно было бы посмотреть в IMAX? Это «Древо жизни». Помните, там есть вкраплениях, где минут 40, люди из зала, когда начинают выходить, где минут 40, идут просто короткие картинки. Ну серьезно, начинается сюжет фильма, а потом начинаются картинки про планету, про животных, про природу. Но, по-моему, он не снят в IMAX. Вот он не снят, да, я думаю, что... Еще надо различать фильмы, которые сняты на камеры IMAX. Вот, допустим, документальное кино, или как снимал Кэмерон Аватар. Это снято сразу на IMAX. Или конвертированное в IMAX. То есть уже переработали. Да, вот, допустим, «Звездные войны» не сняты, к сожалению. Я просто уточнила, они не сняты сразу на камеры IMAX. Они переконвертированы, но, тем не менее, от этого 3D не страдает. Но мы же все ждем 18-й год, когда будет Аватар, второй, наконец-то, Кэмерон выпустит. Вот он снят на камеры IMAX, и я думаю, это будет бомба. Думаю, это будет тоже глобальное событие, конечно. Конечно. А вот, Марин, какие на новогодних праздниках, каникулах планируются фильмы к показу в формате IMAX? Причем не только фильмы, я дополню немножко этот вопрос. Да, мультфильмы, потому что мы заговорили сейчас все же с семьями, с детьми, с родственниками. Особенно у кого-то там из деревень, из загорода, да, откуда-то из области. Наверное, для всех будет прямо номер один идти в кино, тем более где есть IMAX. Но они, к сожалению, можно посмотреть только «Звездные войны». То есть пока только это? Да, все новогодние праздники, я думаю, что в предновогодней суете еще не все успели пройти, посмотреть «Звездные войны». Поэтому Новый год как раз то самое время, когда можно прийти, посмотреть. Причем цена билета достаточно, я считаю, демократичная. Вот это важный вопрос. По сравнению с другими городами, с другими странами, то есть самая высокая цена билета – 550 рублей. А от чего варьируется? От места по-прежнему, да? Ну, конечно, да. То есть и от сеанса. То есть здесь мы продаем весь зал, то есть первый сеанс, он дешевле, но в новогодние праздники будут стоить 550 рублей, ну, с утра до вечера. А вот за счет того, что… Потому что это праздники, да. Марин, за счет того, что экран получается вогнутый, кресла ближе расположены к экрану или на том же расстоянии? Нет, кресла расположены немного дальше, то есть там геометрия зала же еще, то есть кресло сделано как амфитеатр. То есть, в принципе, у нас такой и был уже зал. Почему зрители уже зашли и сказали, ой, а что, собственно говоря, поменялось? Мы это все видели. Поменялось тогда, потому что когда мы делали InVision, мы делали как бы похоже на IMAX, но это все равно было не то. А сейчас получается, что кресло стоит чуть дальше, но зритель все равно находится ближе, потому что вы когда сидите на пятом ряду, вы просто сидите внутри фильма. Внутри экрана вот этого вот. Но еще хотел бы подчеркнуть, да, что независимо от кресла, где сидите в середине или с края, изображение не зависит от этого. То есть, поскольку вот это панорамная, огромный экран, то есть со всех мест видно очень и очень хорошо. То есть, сейчас нет такого, ой, остались с края, лучше не пойдем, пойдем на другой сеанс? Нет, 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 можно совершенно спокойно сидеть с края, тем более, если вы там любите выбегать или еще что-то. Даже удобно, чтобы никому не... Слушайте, это очень здорово, это прекрасно. Прекрасные новости в нашем городе, он меняется до неузнаваемости с каждым годом, с каждым днем и с каждым месяцем. Приятно, приятно в таком городе жить, приятно ходить в кино. У меня всегда на Новый год первая ассоциация, это наконец-то сходить в кино, всегда в другом времени. До этого очень все заняты, предновогодняя суета, в Новый год уже спокойно, поэтому скоро откроем продажу билетов на новогодние праздники. Я думаю, что все захотят купить заранее, сделать можно подарок, если вы не знаете, на какую дату выходить. Да, с открытой. Сойдите с открытой датой, купите билет и подарите, я думаю, что все будут просто счастливы. Прекрасный новогодний подарок вообще в целом. И не только IMAX, много интересных картин вышло за время, когда мы не были в кино пока. Да, наверное. Поэтому есть чем заняться, есть что посмотреть. Кино и Новый год это два синонима, неразрывно связанных понятия. Поэтому мы приглашаем всех вас в кино, конечно, в IMAX. Если вы не такой любитель «Звездных войн», приходите посмотреть просто хорошее, доброе новогоднее кино. Ну и, конечно, мультфильмы вместе с вашими детьми. И у нас в гостях был замечательный человек. Я думаю, что, опять же, не в последний раз мы его сюда приглашаем. У нас здесь будет появляться как можно чаще заместитель директора по пиару кинотеатра «Бургузин» Марина Левенцо. Марин, большое спасибо. Нам спасибо, что пригласили. Очень приятно с вами было общаться. Всего доброго. А знаешь ли ты, за что еще, кроме подарков, детки так сильно любят новогодние праздники? Ну, я не могу сказать за современных детей, но лично я любил Новый год за длиннющие зимние каникулы. Ну, давай подарим тебе немножко ностальгии и переменка в эфире барабана. Александр Викторович, а сколько надо тренироваться, чтобы быть сильным? Ну, года три. Ну, серый, через три года берегись. Сегодня мы говорим о фильмах, мультфильмах и все, что с этим связано. А ты знал, кстати, что в производство диснеевского мультика «Рапуцель» было вложено денег больше, чем в знаменитый фильм «Аватар». Я думал, ты скажешь, что было вложено больше волос. Нет, я, конечно, этого не знал. Но я знал, что отец культовой американской мультипликации Уолт Дисней стал обладателем 26 личных и 6 почетных «Оскаров». Представляешь? Мультипликатор. Ну, Уолт Дисней, можно сказать, тертый калач просто. И здесь, нужно сказать, из-под выпад верта. Тертый калач. Не знаю, человек, который уже многое повидал, человек, который уже многое пережил. По-моему, так. Опыт у него большой. Скорее всего, жадный человек. Тертый калач. Ну, кто на подарки, наверное, не покупает. Человек тертый калач – это который, ну, скорее всего, уже многое повидал. Опытный человек. Наверное, так. Ну, это который, наверное, через многое прошел, многое повидал. Очень опытный человек. Был в различных жизненных ситуациях. Это закаленный человек. Человек, который уже подвал во многих ситуациях. Тертый калач. Ну, наверное, все. Тертый калач, на мой взгляд, это Граф Дракула. Да почему это ты так думаешь? Ну, этот вымышленный персонаж чаще других появляется на экране. О нем снято 72 картины. А на втором месте, кстати, любимый всеми лондонский сыщик, любитель Шерлок Холмс. На его счету 66 картин. А на третьем месте скромный паренек Терзан. О нем снято целых 60 фильмов. Помнишь знаменитую эту сцену из старого фильма «Бэтмен», где он в обнимку с кем летит вниз, но успевает выпустить вверх веревку с крюком и резко затормозить перед самой-самой землей? Конечно, помню. Это же мой самый любимый момент. Мне кажется, я пересматривала его просто миллион раз. Так вот, в реальности столь резкое торможение выдернуло бы «Бэтмену руку» или как минимум сломало бы ее? Сережа, но все-таки это герой, кумир, это любимчик не только детей и взрослых, поэтому не всегда стоит быть таким реалистом, как ты, а иногда поверить в чудо и сказку. Ну что ж, а о том, каких героев любят наши детки, в рубрике «Детское время на варабане». Мне нравится малыш из Варзковскина, потому что он самый маленький. Из отряда своими лицами, там я люблю Харли Куин. Электроник, потому что он добрый мальчик. Я видел на рекламе Деда Мороза настоящего, это мне реклама с Дедом Морозом больше понравилась. И еще, я когда был на катке, там после этого я увидел еще одного Деда Мороза, но это был костюм. Мой любимый герой – это Крош и Смешариков, потому что он веселый. Мы с Варюхой смотрим всегда ам-нямом, потому что он смешной. Я люблю больше мультик Викс, потому что мне никто не разрешает его смотреть, а я его люблю смотреть. Мне больше всего нравится Блон, потому что она пея огня. Мультик – это Гравит Фолз, а Герой – это Герой Деон, потому что он забавный. Мне нравится Маша и Медведева мультик, потому что она потом Мишке помогала. Дед Мороз лепет снеговика. Снеговика можно лепить, а Дед Мороз принесет нам подарки. Мне нравится Блон и Живенька, потому что она красивая. Знаешь, Сереж, вот все-таки кроме подарков, новогодние и рождественские праздники, я люблю всякие украшения, вот эти новогодние, блестящие, сияющие, все-таки красиво. Ну, конечно, гирлянды, композиции, снежинки, шарики, хлопушки. А вот ты знала, что рождественская хлопушка – изобретение продавца сладостей? Нет, не знала, очень интересно. Для того, чтобы привлечь внимание покупателя, он вкладывал в полые трубочки конфетти вместе с леденцами. Что-то здорово, а еще, наверное, и красиво, и вкусно. Вот я не знала, кстати, а наш утренний гость сейчас нам и вам расскажет, как и чем украсить дом к новогодним и рождественским праздникам. Встречаем! Друзья, доброе утро! Мы продолжаем подготовку к Новому году. А у нас в гостях Мария Толстикова, директор интернет-магазина «Малисо38». Мария, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, хорошего дня! Слушайте, ну, прямо атмосфера волшебства, чудо какой-то такой теплой старины, да, там, где детство, пришла к нам в студию вместе вот с такими замечательными ретро-украшениями, ретро-игрушками. Да, Мария, расскажите, почему, почему вообще вернулась эта мода? Почему именно вот такие прозрачные, полупрозрачные бабушки на такие стеклянные шарики? Ну, вообще, украшение елочек у нас идет из глубины, с язычества. Раньше считалось, что на елочке живут духи волшебные, которых нужно влажать. И украшали всякими конфетками, яблочками для того, чтобы духа задобрить. Потом уже после реформы Петра Первого и когда... Переносе праздника, да? Да, переносе праздника и о том, что в каждом доме должна быть елочка, стали ставить елки. Затем при Николае Первом моду ввела его жена на украшение елок. И тогда начали украшать елочки стеклянными уже непосредственно шарами. И с тех времен и появилась эта мода. И пошло-поехало, да, что называется народный фантазия? Да, но пришло все, естественно, с Германии, но фантазия блещет. И на сегодня считается, что украшение елочки – это семейное такое торжество перед Новым годом. Вся семья собирается, достает шары, воспоминания. Схита старых коробок, да? Да, старые игрушечки видят и начинают наряжать елочку. Поэтому то… Семейный процесс, прям такой процесс единения. Правда, у многих пар – это повод поругаться и разбежаться. И разбить на счастье стеклянную игрушку. Да, но все-таки в семье традиции крепкие. Вот я тоже знаю, что у меня мама большая, любительница наряжать елку. Многим шарам по несколько лет, некоторым там несколько десятков лет, там 2-3. Она бережно их хранит в коробках. И вот прямо, не знаю, мне кажется, эти коробки, они хранят запах Нового года. Мы их достаем с антресоли, большой чемодан, открываешь там каждый шарик, заботливо упакован в газетку, чтобы не разбиться. Или в вату, в вату. Или в вату, да, чтобы они друг от друга не поскучались, не скололись, не было никаких там… И коробки такие вот еще советские, старые, перевязанные, какой-нибудь связочкой, чтобы они, не дай бог, не раскрылись. Да, несколько чемоданов у меня дома таких и несколько старинных коробок. Да, действительно, это круто. И сейчас, мы так понимаем, опять тренд. Возвращается. Опять тренд, опять приходят в моду нам ретро-шары. Тем более, если мы посмотрим, шарики у нас абсолютно прозрачные. И так как семьей нынче делаются под Новый год поделочки, могут расписываться данные шарики акриловыми красками всей семьей и дариться своим любимым родственникам, друзьям, чтобы те спустя года открыли, увидели этот шар и почувствовали всю теплоту, которую передает вам семья. Слушайте, это прекрасная идея для новогоднего подарка, да? Отлично. Приобрести шар, достать, найти такой шар у себя, разукрасть его и отнести в подарок, мне кажется, это намного выигрышней, чем вот этот косметический набор или полотенце. Подарок все-таки сделаем своими руками, да. Мария, вот вы заметила, принесли сосулички стеклянные, которые вот еще тоже мы в детстве вешали на самые нижние ветки, на которые вы достигивались. В детских садах, да, да. Вот только сосульки еще вернулись. Я помню, еще были такие шишечки, разноцветные домики. Да, вы правы, очень много вернулось игрушек стеклянных, как прозрачных, абсолютные сосульки и снеговики, и на прищепках цветочки различные. Вот, как прищепки тоже хотелось спросить. Тоже у нас, да. Снеговики там, снеговики. Да, да, да. На самом деле в России бум по стеклянным игрушкам, все фабрики российские снова жили, даже летом принимают заказы. На самом деле это очень хорошо для нашей страны. Поэтому всех призываю украшать елочку данными игрушками, стеклянными, чтобы в доме была теплая атмосфера. Именно это делать с семьей, с семьей. Конечно. Мне кажется, за это все нужно благодарить Европу, Америку и их санкции. Потому что после введения санкции в отношении России началось возрождение всего российского. И народ к этому пересмотрел свое, да, пересмотрел свое отношение. И даже раньше, если все считали русской колхоз, мне бы что-нибудь там импортное, заморское, то теперь все поняли, что есть порох в пороховницах, есть прекрасные традиции, которые было бы неплохо продолжать. Это здорово, что это касается такого светлого праздника, как Новый год. Да, действительно. Мария, а вот макушку елочки чем украсть? Неужели вернулись вот эти звезды красные? Вернулись и звезды, вернулись и веточки. Различные украшения сделаны своими руками, пики все стеклянные, такие же расписные. Все вернулось на круги своя, поэтому сейчас очень это модно. Вообще макушка – это символ вифлеемской звезды, по одним из сказаний. Поэтому украшать макушку обязательно, чтобы ваш дом сиял теплом и благодатной энергией. Да, конечно. Ну и образ законченный, как у меня мама говорит. Теперь, когда на макушке у елки что-то есть, теперь действительно образ можно считать завершенным. Елочка полностью одета. Слушай, у нас к вам вопрос. У вас какая стоит дома елка настоящая или живая? И какого стиля, будем так говорить, оформления этой елки вы придерживаетесь? Ну вот, чтобы понятно было, да? Я любитель минимала. То есть для меня идеальный вариант, если это монотонная елка, например. Даже может быть не зеленая, а белая, и на ней одного цвета, допустим, золотые или какие-то серебряные, стальные, металлические шары висят. Все. Это вот для меня, у меня, во мне радуются перфекционисты. Да, на самом деле, в основном выбирают классические варианты для украшения елок. Золотые с красным, либо, если это белые елочки, то серебряный и голубой. Естественно, сначала у нас вешается гирлянда, потом вешаются крупные шарики ближе к стволу для заполнения елочки, и затем украшаются мелкие шарики вокруг и макушечка. Это инструкция для тех, у кого дома нет кота. Нет, у кого есть ход, закрывать кота в банной. Или украшать только макушечку. Да, но у нас стоит, на самом деле, в этом году замечательные елочки, которые мы привезли. Елочки выполнены в виде пластика, массовые иголочки, также, опять же, возвращение ретро-елок, как у нас было в российские времена. И украшены мои елочки, естественно, этими ретро-шарами. То есть мы моду полностью поддерживаем, потому что уже классика немножко уходит. Хочется новогоднего настроения, детишки подрастают, ярких красок, поэтому у нас украшены разноцветными шарами. Здорово. Но слоями. А вот еще вопрос. Насущный, так скажем, решилась ли проблема вот эта вечная, когда гирлянда, значит, вставлена в розетку, где-нибудь растянут этот провод посреди комнаты, ты бежишь, запинаешься, вырываешь гирлянду. Выключаешь новогоднее настроение. Причем абсолютно, потому что может быть и елка падает. Придумали ли что-то без вот... Беспроводные гирлянды. На самом деле, да, придумали. Я хотела бы вам продемонстрировать, что есть с LED-лампочками новой гирляндочки, которые можно взять с собой, потому что данные гирлянды, даже надеть на себя, грубо говоря... То есть, если вы еще не приобрели это украшение... Да, они работают на батарейках. Три пальчика в батарейке, да. Можно прийти в гости и принести радость Нового года вместе с собой. Не только с подарочным шаромом. Друзья, а насколько это пожаробезопасно? Абсолютно пожаробезопасно. То есть, не каратит, ничего, система с технологией совершенно другая. Нет, 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 нет. Работает от пальчика в батарее. Ну, это здорово, наконец... Мне кажется, этого долго ждали просто все. Это счастье, да. Это счастье, что можно наконец-то... У меня есть знакомые, которых раздражают провода по квартире, которые где-то торчат. Какой знакомый. Это они стараются все время их там где-то спрятать в ремонт или еще что-то. Я думаю, вот такой выход... Я думаю, что у них уже такая гирлянда и уже висит на елочке. Слушайте, ну, с елкой понятно. Елка, шары, гирлянды, какие-то съедобные игрушки, шишечки. Тут большое поле для фантазии, для рукоделия, так будем говорить. А вот что сделать вообще с домом в целом? Как бы вы посоветовали украсить дом и важный атрибут новогоднего праздника? Это сам новогодний стол. Стол, конечно, да. Ну, новогодний стол, опять же, можно нам разместить данную гирлянду, которая будет при потухшем свете освещать блюдо. Это картина в 7 утра, знаете, немножко... Чтобы можно было попасть в салат. ...принешенный свет мерцает гирлянды и немного остатков праздника. Оливье. Не на что остатков, и немного завтрака. Ну да, будущий завтрак. И по телевизору там тихо идет какая-то передача с Максимом Галкиным. Можно также приготовить звезды своими руками с ребенком, да, разбросать их на белой скатерти, будет очень эффектно смотреться. Можно нарисовать, как раньше, снежинки на окне. Сейчас существует множество трафаретов, и замечательно это выглядит. Дети счастливы, вся семья в новогоднем настроении, в ожидании сказки. А мы еще вырезаем снежинки, там, складываясь их особым образом вырезать. Слушайте, ну мне кажется, что жителям Сибири надо подождать немножко вот с этой историей, пока не рисовать на окнах совсем скоро. Появится. Все будет, да, февраль, яднозначно. Естественно, и снежинки. Ну, окей, окей, а с домом, со столом еще есть какие-то предложения для, ну, вариантов украшения именно дома? Вот у меня, например, на входной двери висит, ну как, можно называть такой рождественский веночек, да? Рождественский венок, да, правильно. Мне кажется, очень красиво, это выглядит круто, как тепло. Да, замечательно, смотрится тепло на входной двери, тоже, опять же, идет из язычества. Для того, чтобы отгонять злых духов, нужно повесить венок, замечательно ярко украшенный, чтобы злые духи отпугивались и не посещали ваш дом. То есть, нужно дом украсить максимально ярко и максимально комфортно для окружающих, в нем проживающих людей. Ну, и не только проживающих, ведь когда дом хорошо оформлен, он и людей, которые на улице идут, да, тоже радует. Потому что сколько окон завешаны гирляндами, да, которые так мило переливаются. Они, кстати, создают новогоднее настроение. И смотришь, да. В этом году очень модно стало украшать дома снаружи. То есть, очень много покупают гирлянды во дворы, украшают елку, живые елки во дворах под снегом. То есть, очень это красиво, эффектно смотрится. Наконец-то, западная мода пришла к нам, выставляют также олени, украшают их светодиодными лампами. То есть, очень-очень это красиво, эффектно и призываю всех делать во дворах. От себя во дворах, конечно, везде. Вообще, новогоднее настроение, оно должно быть вот здесь, в сердце. Оно не должно быть на елке или на гирлянде. Да, оно должно быть где-то в сердце, когда оно у тебя в душе. Ты способен создавать такое настроение и для окружающих, и для всех, кто вместе, рядом с тобой проживает или просто случайно находится. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Мы вам желаем, в первую очередь, неисчерпаемого новогоднего настроения весь Новый год. Пусть всегда будет вам весело и просто все всегда получается, все будет здорово. Спасибо вам. Я тоже вам желаю, чтобы в следующем году у вас были максимально лучшие эфиры, чтобы вы находили позитивного намного больше, чем в этом году, чтобы в ваших семьях царил мир, покой, понимание. Ну и всем жителям города желаю хорошего настроения на Новый год. Спасибо большое. С наступающим. С наступающим, Мария. Мне вот, кстати, из украшений еще нравятся маленькие вот эти елочные гирлянды, лампочки. Развешиваешь их по всему дому, выключишь свет, зажжешь их. Красота, волшебство. Да, все вокруг сияет, а вот ты знаешь, нашей Юли Кожевниковой даже и расклеивать ничего не нужно. Астропрогноз? Доброе утро, Иркутск. В эфире Астропрогноз. С вами Юлия Кожевникова. Для многих начавшийся день пройдет динамично и неспокойно. В воздухе витает предновогодняя суета, и это не может не сказаться на нервной системе. Постарайтесь не поддаваться всеобщему волнению. Овен с утра дела будут складываться удачно. Коллеги и друзья поднимут настроение. В конце дня общение с окружающими примет иной характер и будет построено скорее на страстях, борьбе и претензиях. Телец сегодня добродетель, не ваш конек. Однако все разногласия этих суток легко устранимы. Это время можно использовать для ремонта, перестановок, обновления домашней обстановки. Близнецы, день удачен для общения. Сегодня все будут покорены вашим обаянием. Благодаря этому многое сегодня получится. Раки сегодня подадутся присущей им меланхолии. Скорее всего, устав от работы и домашних обязанностей. Позвольте себе отдохнуть, примите ароматическую ванну и прочитайте на ночь любимую книгу. Это восстановит ваши силы. Лев, спокойствие, только спокойствие. Помните, что нервные клетки не восстанавливаются. Если вы не можете повлиять на ход событий, отпустите ситуацию. Поверьте, все сложится именно так, как вы этого хотите. Девам звезды рекомендуют не злоупотреблять служебным положением и расположением начальства. Все может круто измениться, лучше соблюдайте субординацию. Весы, сегодня вы будете блистать красноречием и производить на людей впечатление. Ваше природное очарование в этот день работает во всю силу. Скорпионы, обратите внимание на свое здоровье. Не жалеете денег на профилактику и укрепление организма. Стрельцам этот день сулит мелкие неурядицы в семье. Проявите терпение и благородство по отношению к близким. Не берите близко к сердцу слова, сказанные в порыве ссоры. Козерогам сегодня нужно подвести итог подходящего к концу года. Объективно оценить свою работу и свое отношение к старшим близким. Им не хватает вашего внимания, они нуждаются в вашей поддержке. Водолеев сегодня ожидают вполне удачный день. Однако будьте осторожны на дорогах и следите за своим имуществом. Не оставляйте ценные вещи в машине или в карманах верхней одежды. Рыбы вашим планам сегодня могут помешать. Если сегодня не получится сделать намеченного, не переживайте. Вы добьетесь желаемого в самое ближайшее время. На этом у меня все, я прощаюсь с вами до завтра. Удачного дня! Лиан, знаешь, что самое главное? Даже если гороскопы вам советуют не посещать людные места, это не повод пропускать долгожданные интересные события в нашем городе. А ведь действительно! А что нас ждет, расскажет Соня Пешня в рубрике «Афиша». Доброе утро! В эфире рубрика «Афиша» и я, Софья Пешня. Сегодня предлагаю посетить выставку Бориса Лебединского «Живопись, графика». Художник получил образование в Петербурге и приехал в Прибайкалье на этюды. Но Сибирь его не отпустила, а наоборот захватила. Байкал и Сибирская тайга стали источником вдохновения для мастера при создании графических и живописных полотен. Всего на выставке представлено около ста работ автора. В торговом центре «Оранж» пройдет интерактивный спектакль для детей «Волк и семеро козлят». Дети побывают в гостях у замечательной семьи Козловых, которые беззаботно готовятся ко встрече Нового года. Маленьких гостей ждут веселые игры со Снегурочкой и Дедом Морозом. Продолжительность спектакля 60 минут. Начало в 17.00. Сегодня в Музыкальном театре имени Загурского пройдет спектакль для детей «Кот в сапогах». Не забудьте приобрести программку спектакля, ведь в этом году ее сделали в виде игры. Поэтому, придя домой, вы можете смело вырезать сказочных персонажей и устроить дома свое собственное представление. А в кинотеатрах Иркутска предлагаю посмотреть мультфильм про бесстрашную Моану. Девушка мечтает о путешествиях и отправляется в опасное морское приключение. Моане предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Тысячу лет назад, когда полубог Мауи украл сердце Матери Островов, прослулись монстры и пала тьма. Моана, океан выбрал тебя. Отправляйся за риф и спаси всех нас. Мауи! Лодка! Боги подарили мне! Мауи, многоликий, полубог ветров и морей, я, Моана из Моан. Точнее, Мауи, многоликий полубог ветров и морей, герой молодых людей. Я перебил. Продолжай. Вперед. Я здесь, чтобы... Ну, конечно, конечно. Мауи всегда рад угодить своим почитателям. Ты сядешь в мою лодку. Ау! Я не отправлюсь к Тефити с малявкой. Эй! Не скучай! Океан мой большой друг. Ясно? Ну, пока. Я что такое? Путь к Тефити не близок и очень опасен. Ты что, боишься? Да ну! Спаси мир и станешь героем. Мауи, Мауи! Ты самолочий. Согласен? Думал прокатит. Приехали, пираты. Вперед! Дротиком. В самое мягкое место. Мама! Нет! Я с тобой избранная. На бульон. Он намного глубже, чем кажется. Я-ху! Я все еще падаю! И приземлился он удачно. На сегодня у меня все. Желаю вам прекрасного дня и отличного настроения. Увидимся завтра. На сегодня мы с вами прощаемся, друзья. Это было утреннее шоу Барабана. Просыпались вместе с вами Яна Колотеева. И Сергей Ватяков, конечно. Пусть каждый ваш день, как в кино, заканчивается хэппи-эндом. Пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok